Итак, ребята, сегодня я собираюсь проверять ваши секреты в Брукхейвен. Звучит уже интересно, потому что секреты реально интересные. Сегодня я нашла кучу интересных секретов, которые вы мне написали, поэтому погнали проверять первый секретик. Первый секрет мне написал мой спонсор канала, Артем. Стану, привет! Вот секрет. Найди, где озеро Мэдисон, летишь под карту, и под карты ищешь это озеро. Лети за картой, потом тронься до озера и скинь вертолет, посмотри, что получится. Это очень интересно, давайте это проверим. Я сейчас вернулась в Брукхейвен для того, чтобы проверить секрет своего спонсора Артема. Ребята, если вы хотите стать спонсорами моего канала, вы можете пройти прямо по ссылке в описании к этому видео и стать спонсорами моего канала. Что вам дает спонсорство? Спонсорство дает то, что я общаюсь с вами в специальном чате в Телеграме, я добавляю вас в друзья в Роблоксе и добавляю вас на свой приватный сервер, где вы можете сниматься вместе со мной и вообще просто играть со мной в Брукхейвен. Поэтому, ребята, если вы хотите стать спонсорами моего канала, то переходите по ссылке в описании к этому видео. Ну а я сейчас отправляюсь прямо под карту, как и говорил Артем. Поэтому я сейчас, значит, набираю скорость и скорее летим под карту. Будем смотреть, что же там у нас такое на озере Мэдисон происходит. Будет, кстати, очень интересно посмотреть. Итак, ребята, ну что, как вы, наверное, видите, я уже залетела под карту, и я нахожусь прямо под озером Мэдисон. Теперь я сейчас буду набирать чуть-чуть обороты и подниматься к озеру. Будем смотреть, что происходит. Очень даже это интересно, реально вот очень интересно, что же это будет такое. Итак, мы сейчас набираем обороты, набираем. Я, ребята, вообще не представляю, что же это может такое быть. Так, давайте еще раз, давайте, наверное, побольше чуть-чуть сделаем скорость, потому что я уже устала ждать. Надо будет дотронуться до озера Мэдисон. Я уже подплываю слишком близко, поэтому надо сейчас будет дотронуться до озера и скинуть вертолет. Так, мы сейчас кружим, кружим, кружим. Все, мне кажется, я уже... И смотрите, ребята, я... Вы видели это? Офигеть! Я плавала прямо на озере! Блин, слушайте, это реально очень крутой секрет, и он работает. То есть, если вы на вертолете подплываете прямо на озеро Мэдисон, то получается, что вы можете запрыгнуть в это озеро и поплавать в нем. Блин, это очень круто. Артем, спасибо тебе огромное, секрет получился очень интересным, а я проверяю следующий секрет. Итак, ребята, проверяем следующий секрет, который написал человек, который не подписался. Я нашел очень интересную секретку. Стана, если зайти в магазин и взять тележку, и взять мешок, и у тебя в руках будет то и то, давайте это проверим. Итак, ребята, мы все прекрасно знаем то, что мы не можем брать предметы, сразу два предмета вместе, поэтому мне реально стало интересно проверить этот секрет. Мы идем в магазин, берем тележку, где у нас тележка? А вот она, она у нас прогружалась, оказывается. Итак, мы берем тележку и берем сразу мешок, и у нас должно быть и то, и то. Ребят, ну у нас нет того и того. Работает, блин, этот секрет? Я не знаю, вот так давайте возьмем и тележку. Оно переключается, ребята, оно переключается, оно не дает взять и то, и то сразу вместе. То есть, либо тележка, либо пакет, поэтому, к сожалению, этот секрет не сработал и было раньше. Мы не можем брать сразу два предмета из венитаря в руки. Ну, я поэтому бегу проверять следующий секрет. Итак, следующий секрет. Что же я могу сказать? Мы сейчас должны выбрать, значит, какой-то дом, чтобы проверить этот секрет с кроватью и с пропсов именно. Поэтому мы сейчас ставим любой дом рядом с диваном, нужно будет его поставить, эту кровать. Давайте, наверное, возьмем какой-нибудь, ну не знаю, вот это, давайте возьмем дом. Вообще, мне кажется, это не важно. Итак, и, конечно, берем пропсы. Давайте, вообще, наверное, удалим весь инвентарь, возьмем только пропсы. И нам нужно зайти сразу в раздел с кроватями и поставить эту кровать рядом с диваном. Здесь, кстати, очень много места, поэтому, я думаю, будет очень удобно ставиться. Ну, давайте, наверное, возьмем... Какую кровать надо взять вообще? Ну, давайте возьмем белую, я не знаю даже какую. Нам не написали какую, я думаю, возможно, это совсем не важно. Мы взяли, положили кровать и нажимаем, теперь убираем сначала пропсы и нажимаем на лес. Итак, мы летаем, давайте еще раз, мы легли на кровать, мы летаем, все, мы летаем, вот так вот летаем, офигеть, да, смотрите, очень круто. А теперь нужно обратно лечь, да, офигеть, ребята, это очень крутой баг, вы посмотрите, ноги сверху, получается голова снизу, это реально крутой баг, и он реально работает. Честно, я до последнего не верила, что он сработает, офигеть, это реально круто и супер неожиданно, я вообще реально вот не ожидала, что он сработает, поэтому подписчик, спасибо тебе огромное, твой секретик сработал, он очень интересный. Ну, а я бегу уже проверять следующий секрет. Итак, следующий секрет, Стана, привет, меня зовут Маша, отлично, первый человек, который подписался, ну, помимо Артема, я его и так знаю, так как он мой спонсор. Стана, привет, меня зовут Маша, я нашла секрет, если ты поставишь любой дом и сделаешь себя маленькой, откроешь холодильник и туда залезешь, то там прикольная нычка, и когда ты будешь играть с Брайсом, то если он куда-то пойдет, ты можешь поставить какие-нибудь пропсы, и когда он приедет, то ты приедешь, то он удивится и, возможно, испугается. Ладно, ребята, ничего не поняла, но первую часть поняла хорошо, поэтому давайте проверять. Итак, я вернулась в Брукхейвен для того, чтобы стать маленькой, нужно сначала открыть холодильник и куда-то там забраться, я так понимаю. Итак, мы сейчас открываем холодильник, становимся маленькими, все, супер, я стала самым маленьким человеком на свете, и теперь мы как-то должны забраться в этот холодильник, но я не могу в него просто зайти, в принципе, не могу в него зайти. В холодильник из пропсов, просто она потом что-то про пропсы писала, я что-то вообще не понимаю, но у меня это не работает, ты просто, в принципе, не можешь зайти в холодильник, вот просто взять и зайти в него, поэтому пока секрет не работает. Ну, смотрите, в него я, как бы, типа, получается, могу зайти, но я в него могла зайти, даже если я и большая булава, потому что холодильник большой, и мы, в принципе, можем пролазить везде через пропсы, ты через них просто багаешься, я могу поставить любой предмет и просто сквозь него пройти. Ну, это нереально, ребят, не знаю, либо я не так поняла секрет, потому что он не очень понятно был написан, либо он просто не работает, потому что это нереально, но если Маша имела именно в виду холодильник, который из пропсов, то, в принципе, это очевидно, потому что мы можем проходить сквозь все пропсы и сквозь этот холодильник, логично, что тоже. Давайте проверять следующий секрет. Итак, следующий секрет нам написал фанфик Roblox. Привет, Стана, нашел новое место для бага. Заспавни самый новый эстейтс дом. После этого иди на второй этаж и найди там небольшой офис с книжным шкафом, а с помощью спального мешка ты можешь забагаться в книжный шкаф. Там будет место, где не будет, где тебя не будет видно, и ты можешь смотреть по сторонам. Давайте это посмотрим. Последний дом, это вот этот дом, поэтому давайте мы сейчас его выберем, ждем, пока он прогрузится, и будем тогда проверять. Там, я так понимаю, что-то можно куда-то пролезть с помощью спального мешка вроде как. Если я не ошибаюсь, я что-то секрет забыла, блин, ну, нормально, да, с головой все у меня. Мы сейчас заходим в этот дом и будем проверять, что же там, но это самый последний, самый новый дом, поэтому давайте же проверим этот интересный секрет. Мне нужно будет воспользоваться спальным мешком, все-таки я перепроверила секрет, но для начала нужно найти книжный шкаф. Это сделать уже куда сложнее, потому что я, блин, не помню, где они, блин, находятся, эти книжные шкафы, вообще не помню. Там где-то здесь специально... Вот он, вот этот книжный шкаф, и сюда он говорит, что можно забагаться с помощью спального мешка, поэтому давайте это же проверим. Багаемся, смотрим, что же здесь за место такое секретное. Офигеть, что, блин? Да, ребята, вы посмотрите... Так, нет, подождите. Реально, вы посмотрите, я между стеной и книжным шкафом, и отсюда реально за всем долом можно наблюдать. Я официально в шоке, потому что я вообще не знала про этот секрет. Фанфик, Роблокс, спасибо тебе огромное. Секретка реально рабочая, офигеть. Я сегодня... Какие-то секреты я не особо верю. Почему-то сегодня я так скептически настроена. Он реально сработал. Круто, ребята, поднимайтесь на второй этаж, идете в ту комнату, и, значит, находите там книжный шкаф. И после этого, конечно, пробираетесь в этот книжный шкаф с помощью спального мешка. Сделать это, кстати, достаточно легко. Не нужно как-то изощряться. И вы застреваете, получается, между вот этой стеной. Так, нет, стоп, не этой стеной, подождите. Между вот этим книжным шкафом и вот этой стеной. И наблюдать можно за целым домом. Ребята, это было максимально неожиданно. Этот секрет сработал, поэтому, Фанфик, Роблокс, спасибо тебе огромное. Твой секрет работает, и он реально очень крутой. Ребята, если вы хотите попасть в мое следующее видео проверки ваших секретов, то прямо под этим видео вам нужно написать любой секрет, который вы знаете. Он должен быть интересный и малоизвестный. И тогда у вас будет шанс попасть в следующий ролик.